За 10 лет существования Прайда компания провела немеренное количество эпичных ярких поединков, многие из которых навсегда вошли в историю и стали классикой. Но также в истории промоушена есть и темное пятно, а именно подставные бои, которые там тоже порой организовывали. Общеизвестных случаев было не так много и все они принадлежали прорестлерам, которые искусственным образом пытались поднять свою репутацию, но все же они были, что очень навредило всей компании. Но не только в Прайде и случались ворки, в UFC и Беллатор также были несколько фейковых поединков. Начнем пожалуй с самого известного и очевидного кандидата для нашего списка, японского прорестлера Набухико Такады, которому конечно стоит отдать должное. Именно благодаря его желанию доказать Японии, что прорестлеры способны драться по-настоящему, был и создан Прайд. Правда вот его методы были очень сомнительны. В свой первый настоящий бой, Такада проиграл в одну калитку Хигсону Грейси на турнире Прайд 1. И чтобы реабилитироваться в глазах публики и заслужить реванш, ему необходима была победа. А помог ему в этом Кайл Старджин. Кайл начал бой с Кайкика и зацепил Такаду, но затем он придерживая сценария перевел поединок на канвас и Такада провел скрутку пятки. Он выиграл бой и вновь напустил пыль в глаза фанатов, а Кайл видимо поднял неплохой кэш, так как этот бой стал первым и последним в его карьере. Победив Кайла, Такада заслужил реванш с Хигсоном и в этот раз подготовился к бою куда лучше и даже сумел оказать Грейсе сопротивление. Но результат был тем же, рычаг в локте от Хигсона и конец истории. Репутации главной звезды Японии подтерлись во второй раз и ему как воздух необходима была победа и желательно над известным бойцом, чтобы хоть как-то ее спасти. Тут-то ему и подвернулся старина Марк Колман, который после трех поражений в UFC прибыл на японскую землю и остро нуждался в финансах. Марк в начале боя провел тейкдаун и Такада оказался в позиции, которая не сулила ему ничего хорошего. Но в этот раз молот не был запрограммирован убивать, хотя казалось, что если он немного поднажмет, то закончит карьеру Такады прямо тем вечером. Японец был настолько хорош, что даже выдержал залом шеи от молота, чего кстати не смог сделать Дэн Северн. На этом моменте всплакнул даже Леонардо Ди Каприо. Такада финиширует Марка скручиванием пятки, при этом видно, как молот из последних сил сопротивляется, но все же сдается. Это был самый известный и обсуждаемый ворк в Прайде. Абас Рутан спустя время рассказывал, как одному из бойцов, который должен был драться с Такадой до Колмана, прислали факс, где было указано, что японец должен выиграть бой с круткой пятки. Этот неизвестный не принял условия, но разослал факс другим бойцам. А спустя время соперником Такады был уже назначен Колман, так что результат всем был известен задолго до поединка. И даже журналисты, которые создавали шумиху перед самим боем, прекрасно все знали. Как итог, за свою карьеру Такада провел 10 боев, 6 проиграл, 2 закончились ничьей и 2 выиграл, при этом оба были куплены. Так что его карьеру можно считать одной из самых бесславных в истории Прайда, хотя изначально он позиционировался как одна из главных звезд Японии. Не будем далеко ходить и вспомним еще одного представителя прорестлинга, 4-х кратного чемпиона мира и серебряного медалиста Олимпиады, дзюдоиста Наою Агаву. Японец при переходе в Прайд, видимо, хотел подстраховаться и начать с победы. Для этого его команда решила подкупить Гарри Гудриджа и предложила ему определенную сумму денег. Но, как сам говорил Большой Папочка, он отказался от финансовой помощи добрых японцев и вышел драться по-настоящему. В начале поединка в голову японца полетело множество различных ударов и комбинаций, в том числе и могучие априкоты Гудриджа. Но затем Агава грызнулся левым прямым и болтанул Гарри, а когда поединок перешел в партер, то пошло-поехало. Американы, Кимуры, Леглоки и прочие попытки завершить бой с Абмишином с обеих сторон. В начале второго раунда Агава провел Американу и поединок был окончен. Японец все же сумел одержать победу, при этом если верить словам Большого Папочки, который не взял денег, сэкономил на еще одну взятку. Теперь мы покидаем Прайд и перемещаемся в не самую популярную лигу мира ProFC. Это был поединок Александра Емельяненко и Эдди Бэнкстона, который состоялся в 2010. При этом на кону стоял титул чемпиона в тяжелом весе. Это был просто лучший нокаут джебом, который я только видел. И по-моему даже сам Александр не знал, что в его кулаках такая могучая сила, так как он тоже удивленно смотрит на замертво упавшего Эдди. А все мастера и гуру бесконтактного боя наверняка используют эти кадры на своих семинарах, как доказательство, что стиль все-таки работает. Не знаю, в курсе ли был Александр о том, что примет участие в током шоу, но то, что от таких джебов не умирают, это факт. Следующий странный бой нашей подборки, это встреча нестареющего Кена Шемрака и самого известного уличного бойца Кимба Слайса. Кену было 51, а Кимба не дрался долгих 5 лет. Но эти факторы не помешали нашим героям возглавить номерной турнир Беллатр в 2015. И кто как не он вообще должен был судить этот поединок, поединок двух легенд. С самого начала все смотрелось довольно странно. Бойцы словно окружались в вальсы, вцепились в клинчи, при этом никто особо не старается наносить урон. А затем Кен переводит Кимба в партер и по классике забирает спину. Учитывая навыки Шемрака и то, как он клепал сабы в молодые годы, я уверен, что даже в 70 он не забудет, как правильно провести удушение сзади. Но тем вечером он забыл, и Кимба освободился, после чего встал на ноги и довольно жестко финишировал Шемрака. Этот бой многие аналитики посчитали фейком, в том числе и комментатор Беллатр Джимми Смит. А этот карт на тот момент стал рекордным по продажам Pay Per View. И было бы очень странно, если бы 51-летний ветеран задушил такую хайп машину, как Кимба, тем более после долгожданного пятилетнего возвращения. Так что в сомнениях многих экспертов есть большой резон. Теперь перемещаемся в UFC на поединок Олега Токтарова и бешеного пса Энтони Массиаса, который прошел на турнире UFC 6. Это был тот самый случай, когда акула решила побить тигра в джунглях. Энтони, будучи представителем тайского бокса, полез в ноги, и как отчаявшийся самоубийца сунул голову в замок Олега. Токтаров не церемония спровел удушающий, и бой был остановлен на 9 секунде. И если я не ошибаюсь, этот сабмишн считается и по сей день самым быстрым в истории UFC. Этот момент показался странным рефери поединка Джону Маккарти, о чем он писал в своей книге. И не зря, так как Энтони намеренно отдал бой Олегу, чтобы тот не терял сил перед финалом. У бойцов был общий менеджер, который обо всем договорился, но при этом не сообщил об этом Токтарову, который даже не был в курсе об этих жертвах Массиаса. И судя по его злому взгляду после победы, ему эта идея тоже очень не понравилась. Также Олег рассказывал еще один случай, но о котором он уже был в курсе. На чемпионате мира по валютуду в 1996 году ему заплатили двойной гонорар за бой с Марко Хуасом, а по условию он не должен был переводить бразильца в партер на протяжении 29 минут из 30 возможных. Именно столько длился поединок. За это время Олег нахватал немало ударов и к концу боя все его лицо было в крови. На последней минуте он все же перевел Марко в партер, но не сумел финишировать. И так как судей тогда еще не было, поединок был признан ничейным. Был еще один странный бой, о котором упоминал Джон Маккарти в своей книге. Это была встреча Дона Фрая и Марка Холла, которая состоялась в полуфинале турнира UFC в 1996 году. Но у этого боя была небольшая предыстория. Первая встреча Холла и Фрая прошла на турнире UFC 10. Хищник 10 минут избивал упертого Марка, который напрочь отказывался сдаваться. Как итог, не только поражение Холла, но и бонусом сломанные ребра. Спустя 4 месяца состоялся второй бой на турнире U-Japan, на который Марк вышел с травмой, так как очень нуждался в деньгах. В этот раз Фрай также избивал его на протяжении 5 минут, прежде чем тот сдался. Так что Марк зарекомендовал себя как духовитый боец, но против Фрая у него не было шансов. Хищник на первых же секундах перевел Марка в партер и провел ущемление Ахилла. Прошло всего 20 секунд и бой был окончен, а Фрай прошел в финал и стал чемпионом того турнира. Спустя какое-то время Марк заявил, что их с Фраем общий менеджер давил на него, чтобы тот слил бой по-быстрому, так как победить у него все равно не получится, а вот измотать Фрая перед финалом вполне. И что в случае отказа это очень плохо скажется на дальнейшей карьере Марка. Также этот бой посчитал странным и один из основателей UFC Арт Дэйви, но шумиху поднимать не стали и этот случай быстро забылся. Что касаемо самого Фрая, то он отрицает факт договорняка, да и вообще как-то не укладывается в голове Фрая и подстава, но все же как там было на самом деле знают только бойцы. Это были самые известные мне случаи договорняков и подстав в ММА, но если вы помните еще что-нибудь, пишите о них в комментариях, и если соберется более 5 боев, сделаю вторую часть. Ну у меня на сегодня все друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а также приглашаю вас в мой инстаграм, в котором я рассказываю про всех чемпионов UFC по порядку. Плюс ко всему, именно там я делюсь анонсами предстоящих видео, но еще есть рубрика нокауты и сабмишины, которые я тоже там публикую, так что переходите и подписывайтесь, ссылка будет в описании. Субтитры сделал DimaTorzok